В нашей жизни бывают события, когда ощущение, что почву вы били из-под ног. Происходит что-то, что называется, не в сказке сказать, не описать. То есть ты не мог себе представить, что такое может произойти. И вдруг это нехорошее в твоей жизни происходит. К сожалению, чаще сейчас происходит такое нехорошее. И это ощущение, как будто бы вы зависли в воздухе и не понимаете, что вам делать и как вам быть. Это может быть связано с предательством, это может быть связано с обманом, это может быть связано просто с потерей имущества. Это может быть с тяжелой болезнью, которая вдруг на вас обрушивается и так далее. С гибелью кого-нибудь из близких. Это состояние, при котором ты просто не знаешь, что тебе делать. Ты не понимаешь, как с этим смириться. У тебя возникает состояние шока, потом отрицание, потом торгов, потом депрессии и так далее. Тебя просто начинают волтузить по всем этим состояниям, приводятся в еще больший стресс. Что в такой ситуации правильно сделать? Ну, во-первых, поймите, что вы сохранили жизнь. Это самое важное, что нужно в таких ситуациях понимать. Предали вас, обманули, что-то драматическое случилось и так далее. Вы живы. Вот нет ничего страшнее для нас смерти в том смысле, что это самое большое негативное событие, которое может с нами случиться. Потому что уже после этого игра закончена. Если вы живы, игра продолжается. Да, может быть, вы сейчас проиграли. Да, может быть, вы сейчас потеряли. Да, может быть, но ситуация просто швах. Но вы живы. Вот это первая мысль, которая должна быть в вашей голове. После того, как вы это поняли, задайте себе вопрос. Вы сможете это пережить? Подумайте над ним. Ответьте себе на него. И я уверен, что ответ будет, я смогу это пережить. Да, будут какие-то издержки, проблемы. Какие-то планы разрушатся. Какие-то силы будут. Ощущения, что потрачены зря и так далее. Душевные силы часто. Если вы вкладывались в человека. Но вы это переживете. И третье. Вы же собираетесь жить дальше? Только то, что вы будете делать сейчас, для своего будущего, имеет значение. Все остальное прошло, бульем поросло. А то, что вы сейчас делаете для своего будущего, это то, что правильно и должно. Жить, жить и жить. Три ответа. На три вопроса. И с этим тоже справимся.